МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как долго она будет длиться и вообще в каком формате проходить? Да, действительно, в этот четверг, 20 февраля, состоится первое занятие в рамках подготовки к тотальному диктанту. Подготовка будет идти в дальнейшем еженедельно до самого 12 апреля, то есть до самого диктанта. В субботу, 12 апреля, будет диктант, соответственно, в четверг перед этим состоится последнее занятие. Эти курсы абсолютно бесплатные, проходят они для встречи, всех желающих, любой может прийти, будут они проходить в корпусе ДВФУ на Октябрьской 27 в городе, 435-я аудитория с 18 часов, каждый четверг. Что из себя будут представлять эти курсы? Это, конечно же, курсы в первую очередь по русскому языку, то есть правила, орфографии, пунктуации, те, которые, может быть, люди уже позабыли со школьных времен, они будут там повторяться. Особый упор, естественно, будет сделан на те правила, которые будут использованы в тексте диктанта, потому что каждый год диктант выявляет какие-то слабые места, и, конечно, каждый текст специфичен, каждый год. Там какие-то особенные правила бывают, которые особые затруднения вызывают, встречаются, поэтому на них будет направлено особое внимание. И, естественно, те, кто будет посещать курсы, имеют гораздо больше шансов получить хорошую оценку на тотальном диктанте. Ну вот вы уже сказали, что любой желающий сможет принять в этом участие. Нужна ли какая-то предварительная регистрация для этого? Нет. Для того, чтобы прийти на курсы, предварительная регистрация не требуется. Выделена большая поточная аудитория, которая сможет вместить всех желающих. Просто достаточно прийти в заданное время и принять участие в этих курсах. Ну вот если говорить о самом уже тотальном диктанте, то как приморцы справились с ним в прошлом году? Какие результаты показали? Приморье. Вообще, приморье в плане результатов практически ничем не отличается от всей России. Результаты не очень хорошие. С одной стороны, больше половины присутствующих на диктанте пишут его на два, и всего около одного процента по всей стране пишут его на отлично. К сожалению, в нашем городе в прошлом году не было ни одной отличной оценки. Одна отличная оценка была в прошлом году в Уссурийске. В Владивостоке, к сожалению, нет. Но диктант проводится не для того, чтобы выставить обществу оценку по знанию русского языка. Диктант проводится в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, как люди пишут, как они говорят, к проблеме грамотности русского языка. И в этом смысле тотальный диктант свою задачу выполняет, потому что в прошлом году участников, которые написали на положительную оценку, было больше, чем всего участников тотального диктанта в позапрошлом году. А вот все вот эти данные, они как-то в открытом доступе находятся? Можно зайти и посмотреть где-то в интернете? Нет. Оценки каждого участника в интернете посмотреть может только сам участник. Бланки диктанта формализованно обрабатываются. Там есть фамилия, имя, отчество человека, либо его псевдоним. И кодовое слово, по которому он может зайти на сайт тотального диктанта и посмотреть свою оценку. Списки двоечников и отличников в общем доступе не публикуются. А после самого диктанта человек может прийти на консультацию, получить свою работу, посмотреть свои ошибки и получить консультацию филолога-специалиста на тему того, что он неправильно написал, почему и как избежать этих ошибок в дальнейшем. А уже известно, из каких приблизительно заданий будет состоять этот диктант, либо организаторы это в тайне держат? Конечно, известно, что такое в принципе тотальный диктант. Это классический диктант, как в школе. Любой желающий может прийти на площадку тотального диктанта в его городе, в нашем случае в Владивостоке, и под диктовку написать текст. Текст каждый год для тотального диктанта пишет известный российский писатель. Кто это будет в этом году, пока держится в секрете, но скоро это станет известно. После того, как диктант написан, это занимает примерно 40 минут, как обычный школьный урок. Люди сдают работы, они проверяются, и после этого выставляются оценки. Ну, наверное, будет интересно узнать, сколько участников было в прошлом году и из каких категорий населения? В прошлом году участие в диктанте приняло почти 500 человек, чуть меньше 500. В ДВФУ были заняты на Октябрьской все большие поточные аудитории, всем желающим едва хватило места. Абсолютно разный контингент приходит на тотальный диктант. Большинство участвующих, это, конечно, студенты и молодежь, поскольку все-таки мероприятия проходят в университетских стенах при поддержке университета, и наиболее широкую огласку это мероприятие получают именно среди молодежи. Но, несмотря на это, приходят люди всех возрастов. И школьники. В прошлом году у нас, например, централизованно приезжали школьники, кажется, из Тавричанки. Захотели перед ЕГЭ старшеклассники проверить себя не только со своими учителями в школе, но и вот на таком тотальном диктанте в Владивостоке. Приходят люди старшего возраста, много работающих людей, пенсионеры, абсолютно все. Традиционно больше женщин, чем мужчин, но женщин вообще больше в стране, поэтому это неудивительно. А есть ли какие-то данные по самим оценкам? Допустим, какая категория населения, возрастная я имею в виду, получает более хорошие оценки, чем кто-то другой? Вы знаете, хорошие оценки получают, во-первых, студенты-филологи. Конечно, они знают правила русского языка и помнят их чуть-чуть лучше, чем те, кто последний раз писал диктант два десятка лет назад в школе. Люди старшего поколения традиционно пишут чуть-чуть грамотнее, чем молодежь. Ну и, конечно, самые большие затруднения вызывает этот диктант у школьников не старшего, а более младшего возраста. В первую очередь потому, что они еще не до конца освоили школьную программу по русскому языку, а диктанты на самом деле очень сложные и вызывают затруднения даже у специалистов слова, у филологов, у журналистов. А вы сам лично принимали участие в диктанте? К сожалению, я не могу написать тотальный диктант, потому что я имею доступ к тексту перед тем, как он идет на диктовку. Но каждый желающий может написать диктант не только на площадке, но и через интернет. Во-первых, проводится на сайте тотального диктанта онлайн-трансляция одновременно с тем, как проходит диктант на площадках вживую. Кроме того, любой желающий, в том числе в плане подготовки, может зайти в интернет на сайт тотального диктанта и написать под диктовку тексты предыдущих лет. Я писал тексты предыдущих лет до того, как диктант первый раз прошел в Владивостоке. И как успешно? Нет, к сожалению, не очень успешно. Тройка — это мой лучший результат. Скажите, а сколько времени вообще уходит на проверку самого диктанта? В предыдущие годы проверка заканчивалась в тот же день. Проверяют работы преподаватели-филологи, преподаватели ДВФУ. Около 20 человек в прошлом году, по-моему, преподавало, проверяло эти работы. И в течение дня они все проверили. После этого еще какое-то время требуется на то, чтобы обработать бланки и загрузить данные в интернет. После этого все желающие могут свои оценки посмотреть. И где-то через неделю после тотального диктанта проводятся консультации, на которых уже можно получить свои работы. Отличников и хорошистов награждают дипломами. И можно узнать свои ошибки. А если, допустим, сравнить результаты Владивостока с другими городами страны, например, с той же Москвой, Санкт-Петербургом? — Смотря в чем сравнивать. Если говорить об уровне грамотности, то проценты примерно одинаковые по всей стране. В Москве и Питере, правда, были отличники в прошлом году. В Москве гораздо больше людей писало, а вот количество участвующих в Владивостоке и в Петербурге примерно одинаково. Больше всего, конечно, участвуют в Новосибирске людей на родине тотального диктанта, где он проводится уже 2011-2012 год. — Ну вот, насколько я знаю, тотальный диктант — это такой проект международный. Насколько вообще это в мире популярно? — Тотальный диктант не только в Владивостоке, но и по всей стране, и по всему миру набирает обороты с каждым годом. В прошлом году около 30 тысяч человек написало тотальный диктант по миру. Абсолютно на всех континентах. Даже полярники в Антарктиде в прошлом году писали диктант. И космонавты в звездном городке. Безусловно, за границей популярнее всего тотальный диктант у студентов, изучающих русский язык. В Европе очень много желающих писать тотальный диктант. Конечно же, большое количество в странах СНГ, в странах бывшего Советского Союза, там, где по-прежнему говорят на русском языке, очень много людей пишет тотальный диктант. И в целом по миру более 50 стран участвовало в прошлом году. Вячеслав Сергеевич, спасибо вам большое за развернутые ответы. Будем надеяться, что приморцы смогут показать хорошие результаты в этом году. А наш эфир подходит к концу. Смотрите следующую тему дня завтра в это же время. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok